Жителям областного центра приходится искать лазейки, чтобы не только обойти опасные участки дороги, но и не промокнуть. Дорога до остановки превращается в настоящий квест. Вся дорога, вот эту с площади Ленина, это безобразие сплошное. А что конкретно? Расскажите подробнее. Ну а что, разве можно там пройти? Вот женщина с коляской чуть не упала. Это же безобразие самое настоящее, когда в трактор приезжает. В среднем в городской травмпункт обращаются до 60 человек в сутки из-за гололедица. Количество пациентов выросло до 100. Люди жалуются не только на некачественную уборку улиц, но и подземных переходов. Еще хорошо. Льда нет. А когда морозит, все. Лучше в пешене только. Да мы на руками и зубами-то. Это микрорайон Юрьевец. Ровно год назад здесь закрыли переход со светофором у поворота на институтский городок. Пропускная способность перекрестка увеличилась, но пешеходам стало неудобно. Люди идут с этой стороны, им туда в магазин. Здесь боятся идти. Раньше мы не ходили здесь, потому что скользко. Но идут люди по светофору. По подземному переходу люди ходить не хотят. По их словам, налить на ступеньках никто не убирает. Скользко, неудобно. И вообще, я считаю, что опасность вообще для жизни. Потому что сколько там у меня знакомых падали, я сама там падала. Скользко и вообще некомфортно. Вообще по этим боеракам ходить очень неудобно. Скользко. Все время опасаешься за свою жизнь. Претензии есть и к пандусу. Чтобы проехать по нему, у коляски приходится поднимать передние колеса. Такие маневры подвергают опасности не только молодых родителей, но и детей. Находятся и те, кто пересекают федеральную трассу там, где перехода вообще нет. За подземный переход отвечает управление дорогами Москва-Нижний Новгород. В организации заверили, убирают его регулярно. Уборка в переходе по нормативам проходит 2-3 раза в неделю. Расчистка от снега подходов и лестниц производится сразу после снегопада. Недавно был заключен контракт на содержание данного объекта с новой подрядной организацией. В ближайшее время ситуация стабилизируется. Планы на ремонт перехода есть. Сроки станут понятны после утверждения проекта и подтверждения финансирования. А рядом с Владимирским химзаводом ступеньки и пандусы и вовсе заледенели настолько, что ходить здесь невозможно. По мнению жителей, этот пешеходный переход худший в городе. Смотрите на лесенки. Лесенки какие, они все пока там. Если лёд на нём обледенеет, это вообще можно ухать. За этот переход, отвечает мэрия, убирают в полную силу, говорят в администрации. Мы далеки от мысли утверждать, что у нас всё в порядке с очисткой муниципальных тротуаров. Но работы проводятся ежедневно. Работы проводятся без выходных, круглосуточно. Значит, по субботам и воскресеньям, невзирая. Значит, ежедневно выходит от 40 до 60 единиц техники и порядка 60 работников ручной уборки. Жители, которые столкнулись с некачественной уборкой улиц города, могут сообщить об этом по телефонам горячей линии Центра управления городскими дорогами. Игорь Липский, Олег Маньков, Губерния, 33.